Воспитанница детской школы искусств номер один Мария Лучкина выиграла главные художественные состязания страны. Речь идет о всероссийском конкурсе «Юный художник России». Инициатором его проведения является Лицей Российской Академии Художеств. Стремясь дать шанс одаренным детям пройти обучение в Москве, победители конкурса в лице его руководство зачисляет без вступительных экзаменов. Добиться этого чрезвычайно трудно. Вместе с Марией Лучкиной за звание лучшего воролось более трех тысяч юных художников из разных стран мира. Отправляясь на встречу с Машей Лучкиной, мы даже представить не могли, насколько уникальной окажется эта съемка. Выяснилось, что жизнь этой 15-летней девочки просто не вписывается ни в какие рамки. Ведь всерьез заниматься рисованием победительница главного конкурса страны начала всего три года назад. Я могу сказать, что Маша даже не была на первом курсе отличницей. Например, фигуру человека нарисовала буквально колобков. Тягу к рисованию на самом деле Маша чувствовала с раннего детства. Однако мама решила, что будет лучше, если ребенок займется музыкой. На бунт девочка решилась только в 12 лет. В музыкальной школе мне стало неинтересно уже. Ну, я знала, что всегда люблю рисовать и решила прийти сюда. Да, конечно, это было сложно. Ну, я как-то не чувствовала себя угнетающе как-то. Я просто рисовала, рисовала, не думала об этом. Вы знаете, я думаю, что поздновато может быть для большого спорта. Если ребенок понимает, что это нужно ему, а не родителям, там, не учительнице, а ему, то он очень намного способен. Как Маша умудрялась везде успевать, сегодня не понимает даже ее педагог. Учась на отлично в общеобразовательной школе, активно участвуя в олимпиадах по математике и географии, девочка к концу каждой недели стабильно приносила ей целую стопку рисунков. А за изобразительное искусство она постигала настолько увлеченно, что уже на второй год стала лауреатом Челябинского конкурса. Затем был успех в Санкт-Петербурге, после которого ради интереса педагог Маши и отправила ее работы на отборочный тур в Москву. Положительный ответ лице Академии художеств ошарашил всех. Машу попросили предоставить на следующий тур живописный натюрморт и рисунок гипсовой головы. Маша сказала, нет, это невозможно, куда я и Москва. И, конечно, нужно было здесь такой манипуляцию психологическую провести, сказать, Маш, ну вообще достойна ты в любом случае. В художественной школе нет головы в программе. То есть ты там впервые рисовала голову? Да, вот, первые. Ну это было до поездки, да, ты тут рисовала? А ты почему вдруг взялась ее рисовать? Чтобы подготовиться? Да, именно. Отправившись в Москву ни о каких призах, Маша даже думать не смела. Ехала учиться. Девочка признается, что три конкурсных дня были просто волшебными. Она наслаждалась талантливой постановкой натюрморта, атмосферой творчества и созидания, сумев каким-то необъяснимым образом перенести все эти чувства в свои работы. В результате Маша-дрисунок головы занял второе место, натюрморт первое, а она сама была признана абсолютным победителем конкурса, открыв для себя совершенно новую страницу в жизни. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.